Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazin проведу видеообзор воблера от японской компании Lucky Craft, модель Flat Crappie версии SR. Данный воблер имеет длину 35 мм. Весы показали, что приманка весит 2,3 грамма. Воблер плавающий и имеет заглубление до 50 см. Ну а реальное заглубление будет зависеть от многих факторов, в том числе от толщины плетеной или монофильной лески, которую вы будете использовать, от положения удилища, от проводки и тому подобное. Приманка имеет достаточно высокое тело для своих габаритов, но не зря в названии фигурирует слово Flat. Как можно видеть, приманка узкая. Воблер имеет вот такую вот широченную лопатку. Располагается она под вот таким вот значительным углом. Относительное тело. Из интересных деталей отмечу то, что воблер комплектуется вот такой вот небольшой застежкой. То есть, производители рекомендуют при ловле на данный воблер использовать застежки. То есть, возьмите это на заметку. Приманка огружена металлическим шаром, который располагается перед передним крючком. И вследствие того, что имеет некий ход этот шарик, на проводке воблер издает глухой звук. Так как Lucky Craft Flat Crappie, это приманка, которая разработана для ловли прудовой форели, поэтому она комплектуется двумя вот такими вот одинарными крючками. Они не имеют бородок и задний крючок чуть крупнее, чем передний. Приманка выпускается в трех десятках расцветок. Есть как и яркие, так и натуральные расцветки. Воблер, несмотря на то, что создан для ловли прудовой форели, также отлично подойдет, к примеру, для ловли окуня на озерах, на реках с медленным течением. Вообще, Lucky Craft Flat Crappie имеется не только в версии SR, но также приманка представлена еще в трех версиях. Есть SSR, то есть это поверхностный воблер. Также есть MR-версия, заглубляется приманка до 1 метра. И DR-версия, воблер с заглублением до 2,7 метров. То есть, все вот эти четыре модельки имеют одинаковое тело, но различаются они только лишь лопаткой. Приманка интересная, рекомендую обратить на нее внимание. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok